Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня я вам расскажу, как защитить порог дома. Вы знаете, что порог дома это то место, куда постоянно приходят к вам новые люди, знакомые, соседи, друзья. И очень часто мы, бывает, что ошибаемся в людях. Мы ждем добра, а порой они к нам приходят с каким-то злом. Так вот, чтобы защитить порог дома, нам потребуется веник, соль, вода. И сейчас я вам все расскажу. Прежде всего, порог нужно, конечно же, очистить от накопившегося всякого барахла, который находится в прихожке. Накопившуюся грязь все вымести, подмести и помыть. Нужно взять за правило, держать в чистоте порог. Ручки входной двери и саму дверь надо постоянно протирать, постоянно мыть. Тогда вам не страшно никакое зло, и удача в такой дом будет часто заглядывать. Следующий метод очистки порога нужно сделать соленой водой. Для этого киньте в ведро с водой 3 щепотки соли и вымойте порог, 3 раза приговаривая заговор. Насчет соли хочу вам сказать. У кого есть четверговая соль, вот посмотрите, я поставила черная соль, это четверговая. Конечно же, желательно использовать ее. Если же у кого-то нет, используйте. Я показывала, как делать благовещенскую соль. Если кто не успел в этом году сделать, ничего страшного, сделайте в следующем. Берите каменную соль, обыкновенную. Самое главное, чтобы она была не юдированная, не экстра и не морская. Кидайте 3 щепотки в ведро и читайте заговор. Солью присолила, водою размочила. Как соль не гниет, так и порча к порогу не пристает. Откатись, отвернись, обратно воротись. Вон пошла, я тебя не звала. Затем грязную воду нужно вылить на пешем перекрестке. Я вас уже учила, как это делать. На перекресток мы идем после захода солнца. Вылили на перекресток, отвернулись, не оборачиваясь. Идете домой, ложитесь спать, ни с кем не разговариваете до утра. Далее, 3 дня после этого ни в коем случае никого не приглашаете в дом, ничего не отдаете из дома. 3 дня до и 3 дня после этого ритуала нужно попаститься, отказаться от белковой пищи. Дальше. Не забудьтесь о том, что подумают о вас люди, когда вы будете на перекресток с водой идти, с ведром. Вышли и пошли домой, не оборачиваясь. А теперь, когда порог очищен, нужно поставить защиту от недобрых людей и проникновение зла. Для этого вам нужно взять четверговую соль и посыпать ею порог. То есть здесь, конечно же, уже простая соль будет мало действовать. Но если нет, попробуйте, конечно, сделать простой солью. Но на следующий год обязательно сделайте четверговую соль. Берете, вот под порог прям линией вот так просыпаете полосой, полосой порог и говорите заговор. Соль с великого четверга, изгоняй из дома хворь и боль, удержи на пороге все злое, все напасти и лихое. Нечисть этот дом стороной обойдет. Как я сказала, так и произойдет. Также под порог можно спрятать новое лезвие. Оно будет отсекать зло. Но сейчас я для демонстрации его не приготовила. Но все знают, что такое лезвие, надеюсь. И купят и положат под коврик. Это очень действенные методы. Они очень простые в обращении, в общем-то, в действии. И также они очень действенны. Пользуйтесь во благо этими ритуалами, этими оберегами. От себя лично я желаю вам здоровья, счастья. Чтобы все злые люди обходили ваш дом стороной. Чтобы не причиняли вам зла. Чтобы вы жили счастливо, долго, благополучно, мирно. И желаю вам всего самого наилучшего в мире.